Друзья мои, всем привет! Очень рада вас сегодня видеть на своём канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, как же нужно правильно начинать своё утро. Вы мне многие сейчас напишите. Но опять Ольга Викторовна записывает ролик на какую-то тему непонятную. Она вроде врач, опять пишет, ну что я столько лет прожила, не знаю, как своё утро начать. А действительно, даже если вы их знаете, вы часто неправильно начинаете своё утро. И из-за этого у вас плохое настроение на всю неделю, потом на весь месяц, а далее на всю жизнь. Потому что утром действительно мы закладываем тот посыл, то настроение, которое будет с нами весь день. А если мы встаём все вот такие злые, сразу вспоминаем про свои проблемы, недовольства, соответственно, так оно и будет в течение всего дня, и это всё растёт, как снежный ком. Поэтому, друзья мои, вы должны именно правильно начинать утро, чтобы быть счастливыми, довольными и радоваться жизни. Если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться. Не забывайте писать ваше мнение, задавать мне вопросы в комментариях. И мы с вами обязательно в следующем видео их обсудим. Ну что, на ваш взгляд, как же действительно нужно начинать утром? Во-первых, друзья мои, нужно проснуться в хорошем настроении. Почему? Да потому что, к сожалению, многие не проснулись, а вы проснулись. Поэтому это уже классно. Вы должны проснуться и порадоваться этому, да, сказать доброе утро, здравствуй, новый день. Действительно, друзья мои, это тот посыл, который мы с вами закладываем на целый день. А если вы встали недовольны по какой-то причине, да, там, комар вас ночью кусал, или подушка у вас старая стала, и вам неудобно на ней лежать, и вот вы встаёте, все злые, недовольны, конечно, весь день, вот этот посыл недовольства, он будет вас преследовать, к сожалению. И ничего хорошего здесь уже не будет. А если это повторяется изо дня в день, вот это плохое настроение, что вы встали, вы опять всем недовольны, вам идти на работу, и там начальник, которого вы не любите, или который вас не любит. И вот это всё-всё-всё-всё-всё накапливается и выливается в очень серьёзный стресс. Стресс, а именно наш с вами хронический стресс, провоцирует многие болезни. Да, почти не многие, практически все болезни. То есть это как раз стресс, что вот мы накапливаем, накапливаем. Ну, понятно, что наша жизнь полна стрессом. Так, друзья мои, давайте хоть начинать день правильно, чтобы день вам проживать счастливо и без стресса. Как же всё-таки нужно делать правильно, чтобы просыпаться в хорошем настроении? Конечно же, ложиться вовремя спать. Не сбивайте, друзья мои, циркадные ритмы. А циркадные ритмы очень важны для нашего организма. То есть старайтесь ложиться в одно и то же время. То есть если вы заметили, вы каждый день там ложитесь примерно в одно и то же время, там 10, пол, 11, то и вы встаёте, допустим, 7, пол, 7, то и выходные у вас этот же циркадный ритм повторяется, да? То есть многие удивляются. Ой, я без будильника всё равно проснулась очень рано. Прошу прощения. То есть что же такое? Это как раз те самые циркадные ритмы. Также, друзья мои, я вам рекомендую высыпаться, потому что сон действительно очень благоприятно влияет на наше здоровье. На женщин очень влияет. Как только вы не выспались, это что? Под глазины. Это плохой цвет кожи. То есть нужно высыпаться хотя бы 7 часов, а лучше 8 в идеале. Вы должны спать для того, чтобы хорошо все процессы обновились, чтобы ваш организм отдохнул. И, конечно, если вы будете высыпаться, вы будете вставать в прекрасном и хорошем настроении. Следующий пункт, что обязательно нужно сделать, это посмотреть в зеркало. Посмотреть, пожелать себе доброго утра. Вы красивые, красивые, проснулись. И действительно, это очень заряжает энергией. Следующая, обязательно нужна гимнастика. Я понимаю, что многие считают, что это гимнастика, как что-то самое плохое, что может утром случиться. Но понятно, что не надо там комплекс упражнений делать. Ну, хотя бы размять немножко голову, хотя бы там немножко ручки, суставы размять, там пару раз присесть. То есть для вас это практически 5 минут. А для вашего организма, для ваших суставов это прямо огромный такой стимул. То есть вы просыпаетесь, вы будете процессы, которые спят. То есть вы будете свой организм для того, чтобы он начал активно-активно работать. Следующее, обязательно идём в душ. Причём стараемся именно контрастный душ, горячий и холодный. Это придаёт бодрости. Это будет ваш организм. Это заряжает ваш организм той энергией, которая должна быть, чтобы вы свершали дела, чтобы у вас было хорошее настроение. Поэтому обязателен контрастный душ. Это действительно огромный заряд энергии для вас. Далее это завтрак. Сейчас многие диетологи, нутрициологи то, пожалуйста, кушайте, то не кушайте. И вот это всё начинает. Кушать надо обязательно. Помним про циркадные ритмы. И действительно, если вы не едите на завтрак, то есть пропускаете по какой-то причине, либо не хотите, либо вам некогда, то люди, которые пропускают завтрак по статистике, наиболее склонны к лишнему весу и к сахарному диабету. Поэтому завтрак не пропускаем. Что нужно есть на завтрак, мы с вами обязательно обсудим в следующих видео. Потом обязательно смотрите. Также, если у вас остались вопросы, обязательно мне их пишите. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. А я вам желаю прекрасного утра, бодрого. Обязательно соблюдайте все вот эти правила для того, чтобы прекрасно чувствовать и избежать стрессов и серьёзных заболеваний. Всем всего самого доброго. До новых встреч. И жду вас бодрыми, активными в следующих видео. Пока-пока. Всех обнимаю целую.